Всем привет! Мы расскажем вам самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на канале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки смотрите ниже, в описании к видео. Марина Африкантова утверждает, что Андрей Чуев изменился в лучшую сторону. Не знаю, что вы так ополчились на Андрея. Он очень сильно поменялся на самом деле. Месяц отдыха пошел ему на пользу. Он совершенно другой, меня просто на руках носит, как в сказке. Делает для меня все, о чем можно только мечтать. На данный момент мы любим друг друга и это самое главное. Также Марина рассказала, что она очень сильно похудела за последнюю неделю на проекте из-за постоянных стрессов. Кто не нервничает, тот ест, а кто нервничает, тот не ест. Люблю свой организм за быстрое восстановление и приспособление к любым стрессовым ситуациям. Уже совсем скоро Марина и Андрей вместе вернутся на проект. Глеб Жемчуков предложил Ване какой-то очень интересный спор. Реванш через неделю, пишет Барсиков, теперь у меня есть целая неделя для подготовки. Проигравший стрижется на лысо и прыгает голым в бассейн. Ведущая проекта Ксения Бородина рассказала в интервью, что она совсем не общается со своим мужем Курбаном Амаровым. Они не разговаривают даже по поводу детей. «Мы совсем не разговариваем и не контактируем. Когда он хочет узнать новости от Эи или организовать встречу с ней, звонит моей помощнице-няничке. Маруси же скучает по Амару, спрашивает, как у него дела, а ответить нечего, ведь общаться они теперь не могут», рассказывает Бородина. Она и сама очень привязалась к пасынку и жалеет о том, что теперь мальчик не может бывать у них дома, потому что Курбан ему запрещает. Татьяна Владимировна Африкантова уверена, что с ее уходом проект стал скучен и неинтересен. Она пишет «Вы меня потеряли, заобижали, а я смотрю про ковших и смех берет, ведь весело. Ну смотрите на других и скучайте. Смотрите на этот бред, как ветер плачет и Глеба ждет. Все это напоминает Гобозовых. Мы также сопереживали бедные Алиане, а теперь ветерку. Ведь уйду, скучать будете. Или хотите, чтобы я вернулась?» спрашивает женщина. Бывшая участница проекта Лиза Шароха увеличила губы. «Мне сделали шикарные губки, я довольна», пишет Лиза. Многие подписчики ужаснулись увиденному, другие же объясняют, что ничего страшного. Такие опухшие губы с синяками бывают только после уколов. Потом все пройдет, останется только красота. Сергей и Даша Пынзарь с размахом отметили пятилетие своего сына Артема. Для празднования они сняли один из залов ресторана на юге Москвы. На праздник были приглашены как нынешние участники Дома-2, так и те, кто уже покинул телепроект. Вручить подарки Теме пришли Ксения Бородина с дочкой Марусей, Ирина Александровна Гибалова, Ольга и Илья Гожиенко с сыном Кириллом, Елена Бушина с сыном Марком и Глеб Жемчугов с маленьким Мишей. Развлекали всех собравшихся герои комиксов. Элла Суханова, которая тоже была на празднике, поделилась интригующим снимком. На фотографии Даша Пынзарь нежно трогает рукой живот Эллы. Даша так прокомментировала этот снимок, «Я пятнышко на платье оттираю». Но большинство фанатов все-таки уверены, что так Элла намекнула на беременность. На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на наш канал на YouTube и на страницу ВКонтакте. Ссылки имеются в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры Дома-2 на канале ТНТ.